Здравствуйте! Сегодня третье занятие по нашему курсу, по курсу по развитию навыков устной речи. Напомню, как мы с вами структурируем наше занятие. Структура всех занятий носит стереотипный клишированный характер, что очень удобно. По крайней мере, вы можете ориентироваться в тех фрагментах, которые мы предлагаем вашему вниманию в ходе наших вот таких виртуальных уроков по французскому языку. Итак, третье занятие. Мы начнем с краткого экскурса в фонетическую систему французского языка. В качестве напоминания, в качестве ориентировки для тех, кто смотрит наши занятия не с первого урока, а присоединился к нашему циклу занятий по французскому языку только с этого курса, пропустив, может быть, водно-фонетический, водно-грамматический курс. Но и для тех, кто вместе с нами тщательно освоил и водно-фонетический, и водно-грамматический курс, тоже будет не лишним вспомнить некоторые основополагающие фрагменты звуковой системы французского языка. Тем более, еще раз хочу обратить ваше внимание на это, данные экскурсы – это не сама цель, а мы обращаем ваше внимание на то, что важно в первую очередь для устной речи, для того, чтобы сформировать навыки устной речи. И вот сегодня на нашем третьем занятии, напомню, сегодня третье занятие, мы с вами должны будем кое-что вспомнить о звучании языка и о произношении, но вспомнить именно с расчетом на то, что мы должны действительно активно эти фрагменты звуковой стороны языка использовать в устной речи. Итак, о чем пойдет речь? Ну, прежде всего, о том, что для практического пользования французским языком, конечно же, в первую очередь нужно помнить о мелодике высказывания, об интенционных структурах. Поэтому, чтобы не обременять ваше внимание подробным напоминанием о том, что представляют собой различные интонционные структуры французского языка, я попрошу вас открыть соответствующий фрагмент справочника и вспомнить мелодику повествовательного, вопросительного, побудительного предложения. Ну, а пока что, в связи с тем, что я заговорил об интонации, хочу обратить ваше внимание на то, что для практического овладения языком основной интерес представляет интонация высказывания. Ну, а из чего складывается интонационная модель французского предложения, высказывания во французском языке? Она складывается из того факта, что, во-первых, в отличие от русского языка, где каждое слово автономно и несет свое ударение, которое не фиксировано, то есть оно может стоять на любом слоге в русском языке. Кроме того, если уж мы заговорили о русском языке, то обычно мы редуцируем окончание, то есть мы как бы глотаем какие-то фрагменты слова, это называется редукция, мы оглушаем конечные согласные, мы как бы проглатываем, редуцируем гласные звуки в безударных слогах. К концу высказывания вот все эти негативные явления возрастают. В отличие от этого, во французском языке ударение, давайте об этом вспомним, всегда стоит на последнем слоге. Ну, это достаточно легко освоить. Но дело все в том, что нужно помнить, в отличие от русского языка, слова не существуют автономно. Они объединяются в ритмические группы по своим грамматическим либо смысловым законам. И в этом случае, если речь идет о ритмической группе, а не об одном слове, то ударение, обратите на это внимание, фактически стоит только на последнем слоге ритмической группы. Вот именно первая трудность при переходе с русского языка на французский – это постараться избавиться от привычки, скажем так, небрежно произносить концевые элементы концовки слов или высказываний, то есть каких-то ритмических групп. Вот ритмическая группа – явление, которое нужно осваивать, начиная с понимания того, что во французском языке слово, в отличие от русского, еще раз обращаю ваше внимание на это, во французском языке слова не самодостаточно. В русском языке мы говорим стол, книга, стулья. И вот по форме на самом деле мы можем опознать без труда и род, и число, и падеж, и какие-то другие смысловые важные признаки, которые нам нужны, чтобы построить осмысленное высказывание. Ну, точно так же, когда мы произносим формы «говорю» либо «говори», даже без подлежащего, нам все равно понятно, кто является действующим лицом, то ли я, то ли это они и так далее. То есть мы можем из этой одной автономной формы, самой достаточной формы, как вы видите, вычинить бесконечное количество дополнительных смыслов. По французскому языке, к сожалению, все несколько иначе, все не то, что сложнее. Оно просто непривычно и необычно для нас, для тех, кто владеет русским языком как родным. Дело в том, что вот в французском языке имя существительное завершает свое грамматическое оформление только с появлением артиклей, либо каких-то его заместителей. Оно может играть любую роль, но тогда, вот как мы видели на предыдущем занятии, оно может выступать в качестве определения. Но просто тогда нам нужны предлоги. Вот почему предлоги играют такую значительную роль во французском языке. Давайте с вами посмотрим один достаточно наглядный пример. Вот смотрите, само по себе во французском языке слово без артикля, без определенного, либо не определенного, это действительно полуфабрикат. Только когда появляется определенный или не определенный артикль, мы понимаем, идет ли речь о каком-то определенном персонаже, либо не определенном, о тех или иных формах единственного множественного числа, то есть категории. Вот определенности, неопределенности, единственности, множественности. Ну, если мы отличаемся от орфографии, то на слух, да, мы не сможем различить единственное множественное число. А как только перед существительным появляется предлог «д», то мы уже говорим не о том, что мы сталкиваемся с категориями имени существительного, мы скорее сталкиваемся с категорией имени прилагательного. И вот в высказывании данное сочетание, вот именно так оформленное существительное, уже будет соответствовать русскому солдатский. То есть мы сталкиваемся с прилагательным, функция определения высказывания появляется. Ну и обязательно, конечно, определители перед именем собственным, поэтому такую большую роль в французском языке играют служебные слова. Ну, несмотря на то, что они действительно очень значимы, обратите внимание, мы говорим об интонационных структурах, они произносятся достаточно быстро, как бы на одном дыхании со значимым словом, и ударение стоит на последнем. Это касается не только таких ритмических групп, в состав которых входит имя существительное. То же самое распространяется и на мир глагола. Без безударного личного местоимения глагол не употребляется во французском языке. Вот в самой его форме, в отличие от русского языка, в устной речи, к сожалению, не заложены признаки ни лица, ни числа. Вот глагол первой, самой распространенной группы споряжения, на самом деле, звучит совершенно одинаково после местоимений «я», «ты», «он», «она». Именно звучит. Конечно, при помощи орфографии мы можем развести эти формы. Но с точки зрения звуковой формы существования языка, эти формы не идентифицируются. Почему я, обращая ваше внимание, делаю акцент именно на звуковой форме существования языка? Напомню, что наш курс – это курс по развитию навыков устной речи, а не навыков письма. Поэтому, вне зависимости от того, что на письме мы действительно можем идентифицировать различные формы, нам прежде всего нужно будет научиться слышать, слушать и распознавать те или иные формы, так как они присутствуют в звуковой форме существования современного французского языка. Давайте вернемся еще раз вот к этому примеру. Я хочу в этой связи обратить ваше внимание на то, что грамматическое оформление значимого слова требует, чтобы еще до его появления слово «определитель» четко зафиксировало основные категориальные признаки, будь то имя существительное, прилагательное или глагол. И вот в мире глагола предлоги, обратите на это внимание, употребляются те же самые, что и при имени. И они тоже играют очень большую роль. Вот если после глагола, например, идет имя существительное, то без предлога оно может выступать только в роли функции прямого дополнения. А если глагол переходный, то тогда, обратите внимание на пометы в словарях. Обычно всегда словари дают помету, переходный глагол или непереходный. Например, «я люблю», «я люблю яблоки», вот как в примере, который мы только что видели на слайде. Вот понятно, что в том и в другом случае структуры, ритмические группы оформлены по-разному, но глагол один и тот же. И обратите внимание также на то, что при восприятии звуковой формы языка нужно обращать внимание не только на какой-то один конкретный фрагмент, а на всю группу слов в целом, на всю ритмическую группу, если речь идет о распространенном предложении, либо, действительно, как вот в этом во втором случае, когда мы имеем дело с достаточно малой по протяженности формой высказывания, то, в общем, ритмическая группа практически совпадает с этим высказыванием. И, заключая вот этот краткий предваряющий обзор, еще раз обращаю ваше внимание на то особое значение, которое играют в структурировании французского высказывания – предлоги. Предлоги, взятые сами по себе, предлоги, как они структурируют высказывания и образуют определенные конгломераты с другими формальными показателями, например, с артиклями. Обратите внимание на то, что с самого начала нужно давать себе отчет в том, что ритмические группы, в состав которых входят предлоги, артикли, должны произноситься на одном дыхании с таким интонационным контуром, который бы обеспечивали бы слияние, например, предлога и артикля в одно единое целое. Ну, о законах слияния, о законах благозвучия мы поговорим в следующий раз. Ну, а пока вот заключительный слайд к этому фрагменту нашего урока. Обратите внимание на возможные случаи слияния предлога и артиклей в современном французском языке. Второй фрагмент нашего с вами сегодняшнего занятия, вот по той стереотипной структуре, о которой я уже вам говорил, предполагает, что мы с вами, прежде чем обратиться к освоению высказываний, сначала на некоторых упражнениях повторим то, что мы хорошо знаем, то есть некоторые фрагменты и лексической, и грамматической структуры французского языка. Конечно же, это нам все понадобится для того, чтобы полноценно овладеть теми ключевыми высказываниями, которые составят основной блок нашего второго большого урока, который тоже состоит, разбит на два занятия. И в первом занятии мы лишь предварительно освоимся серией высказываний, а на втором занятии мы уже попытаемся использовать эти высказывания в связанных диалогах и попытаемся самостоятельно, вы попытаетесь самостоятельно построить устные высказывания с использованием вот этих ключевых блоков, которые мы сегодня с вами разберем. Ну, а пока что несколько предваряющих упражнений. Итак, что я предлагаю вам вспомнить? Ну, во-первых, название языков. Ну, поскольку при знакомстве, при общении всегда надо будет выяснить, какие языки мы будем для общения использовать. Вот попробуйте ответить на вопрос. Ответ на вопрос предполагает вспомнить название основных языков. Итак, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Следующее упражнение, оно знакомо нам по предыдущим урокам. Нам с вами нужно постоянно держать в память вот эти ассоциативные ряды заимствованных слов, которые нам дают возможность ориентироваться и как бы пополнять лексический запас. Ну, а поскольку, как я уже говорил, в русском языке большое количество заимствованных слов из европейских языков, в том числе и из французского, то, конечно, нам нужно выработать определенный навык как бы опознавания этих слов. И если мы этот навык выработаем, это нам облегчит и понимание устной речи, поскольку мы сможем тогда идентифицировать слова, которые, в общем-то, уже будучи заимствованы, в той или иной степени нам знакомы. Да, в другой фонетической оболочке, может быть, с какими-то изменениями в структуре, в смысловом значении, какие-то оттенки смысла могли измениться. Но, тем не менее, вот как бы общие корни, общий культурный фон, общая когнитивная база, говорящих на русском и на французском языке, все-таки позволит нам безошибочно понять, проинтерпретировать вот то высказывание, которое прозвучит в общении. Поэтому я и предлагаю вам в качестве тренировки очередное упражнение. Итак, знаете ли вы в русском языке слова того же корня? Попытайтесь определить. Ну, а поскольку мы с вами в вводной части говорили о глаголах, то, конечно, не лишне будет нам потренироваться и обратить внимание на то, как глаголы функционируют в речи. Ну, а для этого нужно будет, во-первых, воспользоваться материалами тех занятий, которые уже прошли, поскольку большое количество глаголов прозвучало вот в тех высказываниях, которые мы уже освоили. Ну, и, конечно, не лишне будет заглянуть и в словарь или в грамматический справочник для того, чтобы гарантировать себя от ошибок при использовании, высказывании тех или иных глаголов. Вот я и предлагаю вам в этой связи следующее задание. Ну, во-первых, из первого и второго урока выпишите в отдельную тетрадку, ну, вот по мере того, как мы будем с вами ознакомиться с ключевыми высказываниями, все глаголы первой группы. Вот давайте пока остановимся на этой группе глаголов. Естественно, в инфинитиве, в исходной словарной форме. Ну, и можно, наверное, даже отвести какую-то специальную тетрадку или какой-то раздел, который вот так вот назвать. Monsieur de Verbe. Да, глагол непросто может считаться господином всего высказывания. Дело в том, что глагол во французском языке играет как бы такую центростремительную роль высказывания. То есть все остальное высказывание, оно структурируется в зависимости от того, что представляет себя глагол, каково его содержание, его семантика, каковы те предлоги и послелоги, которыми, вот те модификаторы, так вот нейтральный термин можно использовать, которыми он себя окружает и за счет которых он как бы нанизывает вокруг себя все остальные фрагменты высказывания. То есть вот глагол – это действительно ядро, вокруг которого уже вращаются все остальные фрагменты высказывания. Это основной и структурный центр высказывания, и смысловой центр высказывания. Вот, наверное, поэтому так шутливо можно назвать этот раздел, над которым вы будете работать. Monsieur de Verbe. Ну, давайте теперь посмотрим, какой следующий шаг мы можем сделать в тренировке глагола. И вот тогда на первой странице напишите образец их спряжения. Речь идет, напомню, о глаголах первой группы и спряжения в совершенно конкретной временной форме. Презент – это ландикатив. Обратите внимание на серию окончаний. Ну, а после этого проспрягайте устно следующую серию глаголов. И когда вы сделаете это упражнение, постарайтесь осмыслить факт того, что общего есть в спряжении этих глаголов. И, конечно же, обратите внимание на обязательный лизон внутри группы местоимения глагол, если глагол начинается с гласа. И следующее задание. Вы сейчас его видите на слайде. Постарайтесь разобраться со следующей серией глаголов. Продолжение следует... Обратите внимание, я думаю, что вот этот шаг вы можете уже сделать самостоятельно. Вы можете отвести еще одну страничку, специальную уже глаголом второй группы. И точно так же для того, чтобы у вас всегда перед глазами на первых порах, когда вы будете тренировать устную речь, были образцы спряжения, для того, чтобы избежать возможных ошибок, точно так же попробуйте выписать некую табличку, там, где было бы представлены образцы спряжения глаголов второй группы. Но пока что нам будет интересно из категории времени время настоящее, то есть формы Презон Ландикати. Если вы успешно справились с этими предваряющими заданиями, то тогда вы можете переходить, вместе с вами, мы перейдем теперь к и второму фрагменту нашего занятия. Тоже стереотипный, для вас уже знакомый фрагмент занятия, где я предлагаю вашему вниманию первичное знакомство с серией высказываний. Ну а чему посвящена эта серия, мы сейчас с вами увидим. Это продолжение общения. Еще раз напоминаю, что в ходе нашего курса мы отказались от традиционной разбивки всего материала на какие-то темы, такие традиционные топики. А все общение, ну как это и бывает в жизни, носит в основном спонтанный характер. Говорящие могут перескакивать с одного аспекта на другое, с одной темы на другую, могут о чем-то вспоминать, могут что-то добавлять, переспрашивать, уточнять, высказывать какие-то собственные мысли, отвлекаться и вообще начинать говорить на другую тему. Ну пока что мы с вами остаемся как бы в рамках более-менее нормативного, запрограммированного хода диалога. И вот давайте теперь посмотрим на серии ключевых высказываний, о чем же наши герои будут говорить на этот раз. Итак, задание прежнее. Это первичное предъявление ключевых высказываний. Вам нужно постараться максимально запомнить, либо зафиксировать в тетради основные ключевые слова, выражения, вот те соответствия русских и французских высказываний, которые нам затем пригодятся для того, чтобы выстроить свое собственное устное высказывание, для того, чтобы это использовать в виртуальном, а потом и в реальном общении. Итак, давайте приступим к этому фрагменту нашего урока. Обратите, пожалуйста, внимание на употребление предлогов вот в этой фразе. Продолжение следует... универсальная формула сравнения присутствует в этом высказывании, которое вы сейчас видите на слайде. следует... следует... универсальная формула сравнения будут там с вами неоднократно встречаться в высказываниях этого урока. Обратите, пожалуйста, на них особое внимание. Если вы подзабыли, то уже дома можете обратиться к соответствующему разделу справочника. универсальная форма Продолжение следует... Продолжение следует... Произношение «э» в женском роде и на произношение предшествующих согласных. Продолжение следует... 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 вот как мы видим в этом примере на письме, на непроизносимое ENT. В этой фразе обратите внимание на существительное абитюд. Посмотрите, пожалуйста, дома по грамматическому справочнику. Можно ли каким-либо образом именно по внешней форме существительного определить его родовую принадлежность? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Как мы с вами можем убедиться, вот такой поворот разговора в беседе о владении языком, конечно же, может встретиться и на вашем пути, потому что, когда вы начинаете общаться, не исключено, что кто-то попробует скорректировать ваше произношение, либо какие-то еще ошибки. И, с одной стороны, это принесет безусловную пользу, с другой стороны, это, как мы с вами убедились, это еще один поворот в разговоре, то есть предмет для общения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В этом высказывании обратите, пожалуйста, внимание на глагол «oulard» – «хотеть» в форме «ve» – «я хочу». А и по справочнику вспомните, пожалуйста, такую форму этого глагола, как «je voudrais» – «я хотел бы», которая часто используется уже безотносительно к той грамматической категории, которую она представляет в качестве формы вежливости. Спасибо. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я хотел бы обратить ваше внимание в данном случае на самостоятельное употребление частицы «па». именно кто-то перекус�� в церковь в этой змеи. ИНТРИГУЮЩИ tubMich truth depender. ИНТРИГУЩИ avruя hemos отмот hinaus наыс inom, потому, что, вряд ли это setting, какие next convincingbies... ... Я могу также порекомендовать отдельную страничку в вашей рабочей тетради отвести для устойчивых словосочетаний пословиц, поговорок, фразеологизмов. Их можно осваивать отдельно, совершенно самостоятельно, поскольку это целостные фрагменты речевой структуры, они не подлежат разделению на отдельные фрагменты. Их лучше заучивать целиком, точно так же они могут использоваться как самостоятельные высказывания, и их постоянное пополнение, конечно же, поможет вам украсить свою устную речь в беседе. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, наконец, два последних слайда. Представляет собой некие формулы, устойчивые к лише, которыми можно завершать беседу. Ну, а мы на этом фрагменте завершаем наше с вами очередное занятие. Я прощаюсь с вами до следующего урока.